И снова здравствуйте! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Асята Хекадина. Тема нашей беседы – дизайн интерьера. Настоящим миром вещей является не город, а здание. Внутри помещения вещи – главные действующие лица. Убранство и оформление внутреннего помещения здания, то есть интерьера, определяется его архитектурным решением. Интерьер – это синтез архитектуры и дизайна, рождающийся в единственной планировке пространства и вещевой среды. Архитектурное решение помещения, планировка окон, двери и лестницы определяет стиль дизайна интерьера. В понятие дизайн интерьера входит оформление и декорирование как цветовое, так и фактурное – стен, потолка, пола, оконных и дверных проемов с помощью обоев, штор, а также организация удобной и комфортной среды для работы, отдыха, сна и бытовых нужд. Вещи и интерьер историчны и социальны, и в каждом обществе и в каждую историческую эпоху существует свое понимание красоты и устройства интерьера. Мебель и убранство, например, интерьеров эпохи барокко отличаются от мебели и убранства эпохи классицизма или модерна. Интерьер и вещи одного и того же назначения совершенно не похожи в дворянском и буржуазном доме, в купеческом и крестьянском, артистическом и обывательском доме. К тому же они столь различны, сколько различны и их владельцы. Эстетические пристрастия, понимание красоты и удобства так или иначе проявляются в оформлении интерьера. В вещах и во всей атмосфере и обстановке интерьера отпечатывается душа дома и его хозяина. Вещи и пространство концентрируют в себе характер и суть жизни дома. В обстановку интерьера входит множество элементов дизайна, которые не только определяют его облик, но и формируют пространство помещения. Интерьеры прошлого, например, часто переполнены вещами. Скорее это царство вещей, нежели человека. Многие вещи конструируются дизайнерами не штучно, а комплектами в едином стиле. Стилевое единство вещей называется ансамблем. Понятие ансамбля может относиться как к мебели или к посуде, так и к интерьеру. Ансамбль в интерьере складывается, если есть целостное решение всех составляющих его элементов. И не обязательно, чтобы это была единообразная целостность гарнитура. Сегодня понятие ансамбля расширилось и подразумевает художественное единство вещей разных стилей и эпох, которые сочетаются по форме, цвету и фактуре. Дом, как говорили древние китайцы, это не стены, а пространство между ними. Задача отражать в эскизном проекте дизайна интерьера свой собственный замысел, а также образно-архитектурный композиционный вид. Серия наших вебинаров будет посвящена культуре и искусству Дагестана. Ваше задание создать интерьер и заполнить его предметами, свойственными культуре дагестанцев. С давних времен камень и дерево используются как основной материал для строительства и отделки. Смело используйте его в оформлении интерьера. Резьба по камню и дереву нашла широкое применение по всему Дагестану. Каменные рельефы и деревянные архитектурные детали украшают различные сооружения и составляют неотъемлемую часть облика дома горцев. Это декоративно-прикладное искусство появилось в глубокой древности и в течение долгого времени развивалось в форме народных промыслов. Начало декоративно-прикладному искусству положено появление новых первых орнаментов, различных узоров и изображений, в которые человек вкладывал в свою душу любовь. Это искусство по большей части создает среду, в которой живут люди. Оно присутствует в нашем обиходе, постоянно развиваясь и радуя нас. Обработка дерева у народа Дагестана является одним из самых древних видов ремесленного производства. Широкое распространение лесов и богатое разнообразие пород древесины, податливость самого материала обработки – все это способствовало применению деревянных изделий в будду дагестанцев и деревянных конструкций в архитектуре их жилища. Форма и орнамент одних памятников обнаруживают ясную связь с древнейшими домусульманскими традициями, а у других – христианско-мусульманского периода в Средневековье. Деревянные изделия можно разделить на три группы – архитектурные элементы, мебель и предметы быта. Наибольший интерес вызывают детали архитектурного декора. Это столбы опоры, створки дверей, двери окна, столбы, перила, карнизы на лоджиях, верандах и балконах. Богато орнаментируются деревянные опорные столбы внутри жилища и мечети. В отдельных случаях украшаются резьбой балки потолка, панели и лестницы, ведущие на второй этаж. Резное дерево широко использовалось и в оформлении культовых зданий – мечети, миноретов, медресе, а также богато орнаментировали подставки под Коран, мембары и двери мечети. Наиболее известным памятниками являются двери колокорейской мечети, датируемые XII веком. Ко второй группе относятся закрома, диваны, скамьи, табуретки, сундуки, детские люльки. А третью группу представляют мелкие предметы быта, являющиеся принадлежностью каждого горского дома. Это мерки, подойники, поставцы, соломки, ступки, корыта для теста, подносы. Все эти предметы обычно развешиваются в доме на определенных местах – на столбах и фасадах ларей. Большую роль в доме горца играл опорный столб, называемый у аварцев столб-корень. Он имел важное функциональное значение, служа опорой, подпирающей плоскую земляную крышу сакли. Не менее важным было и духовное значение столба, который играл охранную и защитную роль в доме. Недаром при строительстве дома старый столб, будучи свидетелем жизни ни одного поколения, бережно переносился из старого дома в новый. Опорные столбы, особенно их верхняя часть, богато украшались глубокой резьбой. У разных народов эта резьба имела разный характер. В целом в деревянной резьбе четко выделяются три типа орнамента. У аварца преобладал крупный геометрический орнамент, имеющий монументальный характер. У губочинцев более утонченный и растительный. У табасаранцев ленточный, так называемый плетенка. Особый интерес вызывают имеющие монументальный характер аварские лари-амбары для хранения зерна и сыпучих продуктов, так называемые цагуры, примыкающие к скальной стене дома и являющиеся важнейшим компонентом интерьера горского дома. Высота цагуры обычно достигала 2,5 метра, глубина до полутора метров. Лицевая часть лари из глубинных аварских районов сплошь покрыта резным орнаментом, элементы которого восходят глубокой древности и имеют охранное значение. В основном это свастики, спирали, солярные знаки, концентрические круги, лабиринты, кресты, ромбы. У лакцев ларь для зерна су имел форму большого сундука. Он также украшался богатой резьбой и росписью натуральными красителями. В каждом доме также находился диван для почетных лиц, имеющие характерные подлокотники в форме вогнутых рогов. Наиболее известными очагами художественной деревообработки в аварии являлись ругуджинские и куядинские хутора Гунипского района. Высоким качеством резьбы по дереву отличались и изделия селений Кула и Бацада. Отсюда по всему Дагестан восходились трехногие табуреты, мерки, солонки и кружки. Поставцы и солонки изготовлялись и в некоторых даргинских селениях. Для дагестанской резьбы по дереву, так же как и для любого вида декоративного искусства, характерно преобладание определенных форм изделий и орнамента, более часто присутствия известных мотивов на предметах одного и того же назначения и отсутствия на других. Например, орнамент архитектурных элементов и предметов домашнего обихода совершенно разнороден. Лентовидный орнамент, который весьма характерен для декора столбов, окон, верей и ларей, никогда не применяется при украшении кухонной утвари. Для мелких предметов традиционно мотивы геометрического орнамента, но этот геометрический орнамент трактуется совершенно иначе, чем геометрический орнамент в монументальных столбах. И возвращаясь уже непосредственно к интерьеру, хочу заметить, что комната, в которой есть предметы с историей, приносит огромное эстетическое удовольствие. При этом использование дерева в оформлении потолка создает визуальное ощущение тепла. Дерево, как никакой другой искусственный материал, наполняет дом подлинной природной энергетикой. Дотронувшись до него, чувствуешь тепло, а вглядевшись в годовые кольца, возвращаешься в прошлое. Поэтому совсем не странным кажется такое увлечение мебелью из дерева, цельного, архаичного, антикварного. Все зависит от возможностей и предпочтения. Вторым важным материалом оформления интерьера является камень. Обычно камень используется как строительный материал, из которого выкладывают либо стены и используют также для внешней облицовки. Однако камень может применяться как и для внутренней отделки стен, что придает интерьеру вид крепкого, добротного и надежного жилища. Интерьер с элементами натурального камня смотрится очень эффектно и вносит в комнату частичку природы. Камень используется в облицовке стен, пола, подоконников, столешниц и каминов, гармонично сочетаясь с другими элементами декоративного оформления. Он часто является центром композиции и придает помещению стильный и эстетичный вид. К основным видам декоративного обработанного камня являются следующие виды. К первой группе мы относим детали архитектурного декора. Это камни, вставки, темпаны, консоли, фризы, колонны. Лицевая часть их богато покрывалась резным рисунком. Данный вид памятников имел распространение во многих регионах Дагестана. Ко второй группе памятников мы относим небольшую группу предметов быта, выполненных из камня и украшенных резьбой. Это светильники, подставки под прялку, ступки чесночницы, ступы, поилки и т.д. Особого внимания в дизайне гостиной заслуживает каменная отделка камина. Богато отделанной частью интерьера являются также резные каменные плиты у кубачинских мастеров. Их декорировали характерным растительным орнаментом, иногда сочетая с арабскими надписями. Камин как нельзя лучше соответствует убранство жилой комнаты и задает определенный нюанс в интерьере комнаты. А что может быть эффектнее в гостиной, чем каменная стена? Удивительно, как нечто жесткое и холодное может быть превращено в такую теплую и уютную деталь интерьера. Камень является природным объектом, обладающим неподражаемыми текстурами и цветом, которые хорошо подойдут для многих стилей дизайна. Каменная стена – это отличный выбор для тех, кто хочет привнести в свою гостиную ощущение строгой и отчасти даже суровой надежности и добавить пространству динамичности. Ваша практическая работа включает несколько этапов работы. На сегодняшнем первом этапе работы нужно продумать пространство, разместить оконные и дверные проемы. Подумайте, где будет находиться камин. В общем, нарисуйте предварительный эскиз комнаты, включающий элементы и особенности дагестанских элементов интерьера. Я желаю вам успешной работы. Рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Всего доброго. До свидания.